Насчет приоритетов потока. У класса поток есть метод set-priority. Сейчас посмотрим все методы класса поток. Насчет приоритетов потока. У большинства операционных систем есть такое понятие. Оно как-то в каждой операционке по-разному. Иногда как-то описано четко, как влияет наш эдулер. Иногда не описано алгоритм влияния. Но в общем-то, вроде как, ЖВФ должна учитывать. И если в ней есть одно ядро, и на него два потока с разным приоритетом, то вроде как тот поток, у которого приоритет выше, должен работать больше в резине. Операционка должна способствовать этому. Как она это делает, это уже ее личные особенности. В джаве, то есть, во-первых, операционки непонятно как это придерживаются. Это раз. Второе, джава, должна работать на всех операционках. Поэтому у джавы есть у потоков приоритеты. Это целое число от одного до десяти. Или от нуля до десяти. Но, в общем-то, не рекомендую планировать свою систему так, чтобы вы учитывали приоритет потоков. Чтобы вы опирались на установление разных приоритетов. То есть, приоритеты это косты. Надо проектировать свою систему так, чтобы... Когда выставляют приоритеты. Когда к ним обращаются. Когда, в общем-то, более высокий приоритет ставят поток, у которого какие-то критические задачи. То есть, просто чтобы что-то работало чуть-чуть быстрее, это неправильно. Потому что мы не знаем, реально какой мы там работаем. Может, мы на ней чуть-чуть быстрее. Может, мы на ней в сто раз больше мощности. Чуть-чуть больше это не то. Двое работаете, ты чуть-чуть главнее. В каком-то чуть главнее. А может, не насильно. А может, я расстрелять его должен, походу. Да, за трусость. Как в армии. Там четкие иерархии. Там не бывает чуть-чуть главнее. Там есть командир, есть подчиненный. Этот этого может стрелять назад, нельзя. То есть, чуть-чуть назначить этому потоку больше важности. А вдруг ему надо сильно важнее быть. Поэтому, если оказывается, что у вас есть какая-то критическая для вас активность, вы должны проектировать свою систему так, чтобы она выполнилась в любом случае, не зависит от желания других активностей. Проблема с приоритетами. У вас есть два потопка. Один важный, приоритет 10. Другой неважный, приоритет 1. Ну, мы их запустим. Видимо, важный будет выполняться 80% времени. Допустим. Впереди 5, сколько? 80, 55, 99. Хорошо. А если бы неважных тысяча? Тысяча неважных с приоритетом 1 и один важный с приоритетом 10. Как бы мы такие сидим, а вот непонятно уже. Если у меня есть один важный и тысяча неважных, то важный должен сколько выполняться? Половину времени. Просто в два раза больше, чем любой неважный. В два раза больше, чем все вместе неважные. Или он должен выполняться? Он должен, когда? Система должна обеспечить, чтобы пока важно не выполняться, никто ему не мешает вообще. Вот вопрос. То есть как только учейка... То есть выставлять приоритеты это не зло. Но, если вы в архитектуре системы учитываете приоритеты, вы на них полагаетесь, это путь ад. Давайте просто посмотрим, как они работают. Я тут делаю, у меня массивно, 32 потока. Эффекты заметны только, когда потоков больше, чем ядер. У меня 4-х ядерная система, если запущу два потока, важный и неважный, они будут работать с одинаковой скоростью. Каждому дадут по ядру. То есть операционка вручную не будет неважной притормаживать. Она пользуется... Она отдает приоритет более важному потоку, когда между ними есть конкуренция между важным и неважным. Поэтому налепил потоков больше, чем надо. 32 потока. Первые 16 у меня неважные, вторые 16 важные. Хорошо. Прошелся по ним, в каждый элемент массива сохранил поток, который просто будет в очень большом цикле, просто инкрементировать свой индекс. Такая дурная работа. На всех завел волатайл флаг 100. Они это дело инкрементируют и читают флажок. Если им махнули, что давайте останавливайтесь, он печатает свой номер и печатает, до какого номера он успел доинкрементить. То есть я запускаю 32 потока, 16 с высоким приоритетом, 16 с низким. После чего я жду одну секунду и машу флажком. Все, закончили, ребята. И кто куда успел добежать. Да, вот я прохожу по всем 32, выставляю приоритет. Если меньше 16, то минимальный. Это 1. Если больше 16, то максимальный. Это 10. Выставил приоритет и потом прошел со всех стартауков. Поспал секунду, махнул флажком. Давайте спать. Система у меня лиховиснет при этом. Сейчас я могу. 16 потоков с максимальным приоритетом. Сейчас она решит, что ее делать. Активность процесса. Можно посмотреть через диспетчер? Максимальный приоритет это real-time и его практически невозможно. Это же Windows. Это же Windows. Это же real-time бывает. Приоритет называется real-time. Да, видимо, ну вот, да, то есть первая проблема. Видимо, у потока main недостаточно приоритетов. Его не запускают. И поэтому он не может остановить те 16. Так, как это делать теперь? Так, 7 бет, 1 резет. Вкладки полетят. Процессор закрыт. Да, сейчас откроем диспетчер. Хорошо, давайте на приоритет не такой высокий поставим. А давайте поставим не max, а там типа есть норм. Да, вот одна из проблем, что, то есть, на приоритетах тяжело. Да, давайте посмотрим. Что мы видим? У нас от 0 до 15 это низкоприоритетное. Тем не менее, двойка успела накрутить, но первый, да, единица успела накрутить. Вот 11 ничего не успел накрутить, 7 ничего не успел накрутить. И высокоприоритетное. 17, 19, вот это все высокоприоритетное. Они тоже не успели ничего накрутить. Ну, давайте дадим больше времени. То есть, оказалось, что вот эти с минимальным приоритетом 2, 6, 1, 0. Эти с высоким приоритетом 18, 23. Ну, короче, я не добился ровного графика, чтобы от 0 до 15 были числа поменьше, а от 16 до 32 числа побольше. У меня получается какая-то ерунда. Суть в том, что шенгулер-операционки работает ABK. Смотрите, система в целом инженерная. Делится с одной из точек зрения на три категории. Это hard, real-time. Но обычно в Jai встречается сокращение RT, обычно имеется в виду run-time. Compile-time, run-time. Время компиляции, время выполнения. Тут под RT имеется в виду real-time, реальное время. Это soft real-time. И это не real-time. Имеется в виду в целом инженерная система. Что такое система жесткого реального времени? Ну, если вы делаете программную систему, то это ваше железо, ваши микросхемы, ваша операционка, ваша программа. И в целом это система. Это штуковина, у которой в техническом задании указано, что какие-то операции, какие-то, пускай, реакции на внешние события должны происходить за строго ограниченные промежутки времени. И система в них укладывается. Яркий пример. Почему-то всегда приводит, что это робототехнические системы, там какие-то роботы. Мне больше нравится пример ракета. Вот на ракете воздух-воздух, да, истребитель пуляет по истребителю. Она летит один километр в секунду. То есть, вообще говоря, если она случайно на секунду где-то задумается, она километр пролетит. Там, по технике, там, вот инженеры идти, которые считают алгоритмы навредения, могут сказать, что, если, допустим, ракета, у нее есть какой-то конус, она вперед смотрит, там, в инфракрасном. Да, у нее есть, там, центральный крестик. Если враженный самолет сдвинулся из крестика, и он вот тут, вот, да, значит, то, как только он из, допустим, зоны поражения ушел, с задержкой, допустим, не более чем 5 миллисекунд, ты должна таким-то закрылком на столько градусов повернуть. Анализ картинки, если все серьезно, делается вполне возможно программной системой. Все, ракета есть своя, процессор, там есть операционка, поверь, написано программа, которая там как-то это дело находит. Это, конечно, не лучший вариант, лучше это все делать как-то, ну, без программирования. Ну, то есть, просто одно пятно, второе ушло, то есть, посмотрели в какую сторону ушло, в какую сторону хвостом повернули. То есть, суть в том, что, если написано, что время между тем, как самолет, смотрите, самолет реально ушел, я повернул хвостом, должно быть, 5 миллисекунд. То есть, самолет ушел, у меня отработал этот мой, значит, экран, в каком-то диапазоне работает, в обычном, видимом, в инфракрасном, в каком-то еще. Я собрал сигнал с матрицы, поступила ко мне, операционка, получила сигнал, подняла программу, проанализировала. Программа отдала приказ по портам и движок повернул хвост. Вот это все время должно платься 5 миллисекунд. То есть, может оказаться, что мне просто алгоритмисты говорят, если у тебя будет больше, чем 5 миллисекунд, то есть, стремитель делал вот такой трюк, сможет от твоей ракеты оторваться. То есть, ракета будет тормозить все время и не попадет в него, пролетит мимо. Ну, на этом и основано, собственно, виражи самолетов. Они выделаются, пытаясь, ну, либо физику ракеты поломать, то есть, делать такой трюк, который ракета не может сделать. Либо же все-таки по управлению обмануть ракету. То есть, тут нельзя выйти с диапазона. Софт-реалтайм-система, это система, которая не гарантирует, что она какие-то реакции уложит в определенное время, но она всячески старается это обеспечить и, скажем, в 99,9% случаев она укладывается. Яркий пример, это такие, скажем, робот на бирже. Конечно бы хотелось, чтобы робот на бирже, то есть, система, автоматическая программа, которая подключена к какой-то бирже, там, не знаю, Форекс, да, там, Нью-Йоркская фондовая, и у него какая-то программа. Он скупил какие-то акции, пока они растут. Если они начинают падать, он должен успеть их продать. То есть, через сетевую карту приходит пакет, и там написано, что акция упала какая-то там. Пришел пакет, акции IBM начали падать. Он прочитал, ждет. Акции Intel начали падать. Он, допустим, смотрит, если 5 компаний начали падать из какого-то класса, это, да, технологическая сфера. Он подумал, что начался обвал на рынке, значит, IT, и он сливает все IT и покупает фармацевтип. Нам, конечно, бы хотелось, чтобы наш робот мгновенно отреагировал. Да, у робота в чем проблема? В том, что в этот же момент тысячи других программ сидят и слушают те же самые 10 пакеты. Если курс начал падать, а вы начали сливать акции, если вы там не в первой десятке, то цена, каждая продажа, начинает обваливать курс. То есть, вы узнали, что курс был 1000. Вам пришел пакет, курс уже 950. Если к моменту, когда вы послали пакет, я продаю все свои, уже успели тысячу людей продать, то вы уже продаете по ст. 10. То есть, каждая продажа обваливает курс. В таком случае, вам бы, конечно, было быть, очень бы хотелось быть hard, real-time системой. Но зачастую тут нужна не только специальная программа, но и специальный язык программирования, специальная операционка и специальное железо. Все специальное. Потому что как вот мы Wi-Fi, да? Как вам пакеты сиделые перепорядочить, когда вы все работаете? Ну, как-то. Пакеты теряются? Ну, да, связь плохая. То есть, вам уже все специальное. Поэтому многие системы, то есть, вот эти системы просто могут быть на порядок дороже этих. Тут я беру хорошую операционку, беру лину, все из него вычищаю, на нем поднимаю только одну там свою программу на C, больше никого нет, операционка ничего не занята, у меня только программа на C. Дальше моя задача на C написать грамотно, чтобы нигде ничего там внутри не тупило. То есть, если у меня четырехъядерный процессор, я запускаю на C четыре потока и пытаюсь сделать так, чтобы они друг друга, один другой никогда не ждал. Тогда я знаю, что каждый вот все время работает. То есть, ну, мало ли что там внутри линукса, это здоровенная программа, долго пишут. Может, она что-то у себя переделывает, может, она с файловой системой сбой, может, не знаю. Вот, софт-реаторами. Не реал-тайм-система, это, да, вход в совсем мягкое реальное время, то есть, реальное время покрепче. Это система, торгующая на бирже, не успеет раньше других. Помягче, это компьютерные игры. Ну, то есть, если ваша компьютерная игра время-фремень не выдает 25 кадров в секунду, то выглядит, как картинка как-то идет плохо, рваная, дергается. Люди замечают, что все не так плавно, не так мягко. А когда игры одна на другую похожи один в один, ты ходишь со шубханом всех мощи, что, в принципе, выбирают ту игру, которая меньше тормозит. Ну, в любом случае. То есть, некоторые игры создателя приносят до миллиардов долларов. То есть, в конце концов. Соответственно, если у тебя что-то притормаживает, фирма раз потеряла, там, 50 миллионов долларов. А еще у тебя не так много ботов, еще 50 миллионов. То есть, команда, которая пишет ядро, 20 человек, они могут сейчас потерять 50 миллионов долларов, или принести 50 миллионов долларов в топовых играх. И можно выделить кучу времени, чтобы они там все затюнили. Но, в принципе, если у вас раз в час немножечко кадры так вот, не 25 кадров, а упало, и движение не такое мягкое, то, в принципе, ну и черт с ним. Не реалтайм-система, это система, у которых вообще, то есть, есть желаемое требование, да, то есть, страница сайта должна рендериться за полсекунды. Но если даже вы каждый сотый раз это будете нарушать, и будете рендерить не за 200, не за полсекунды, а за 750 миллисекунд, то, в принципе, никому это сильно не будет. То есть, если вы заказчику скажете, дайте нам 10 тысяч долларов, и мы всей командой ваш сайт затюним, и он будет укладываться полсекунды, а не в секунду, или за эти же 10 тысяч долларов вам прикрутим 10 фич, заказчик почти всегда выбирает 10 фич. Ну, это просто такой бизнес. То есть, человек достаточно милительное создание, если сайт работает полсекунды в секунду, человек, ну, это не сильно напрягает. Дальше ухудшается, 3, 4, 5 секунд, все очень плохо. И в этом окажется, то есть, когда вы пишете систему, надо понимать, к какому классу вы относитесь. Приоритеты, по большому счету, это вот сюда. Вот мы только что запустили, то есть, какой-то совершенно странный результат. На это нельзя надеяться. Если я считал, что у меня все потоки с нормальным приоритетом продвинутся одинаково, а со слабым приоритетом продвинутся слабо, я был обманут. Нулевой куда-то продвинулся, а 19 никуда не продвинулся. Его даже, похоже, не стартовали. То есть, за целую секунду его просто не стартовали. В этом смысле, программирование систем от реального времени требует специальных языков программирования. И первое, там почти всегда не вытесняющая многозадачность, а кооперативная. То есть, если ваш поток начал что-то делать, пока он сам не откажется, пока он сам не скажет, я сделал там, хочу спать, его не выгружают. Второе, в тех системах никогда не бывает стопроцентной загрузки ЦПУ. Точнее так, у них вот не бывает вот такого графика. У них должен быть график такой. Один поток, проснулся, максимально быстро все сделал и лег спать. Потом система стоит свободная. Потом следующий, проснулся, максимально быстро сделал все, что надо и лег спать. Следующий, проснулся, максимально быстро сделал все, что надо и лег спать. То есть, если этому потоку потребовалось чуть больше времени, у него огромное окно сзади. То есть, этому потоку надо что-то сделать, у него огромное окно. Яркий пример, та же самая ракета. Допустим, в ракете у вас несколько потоков. Один поток, он сканирует картинку, ищет вражий самолет, вычисляет, как подвернуть закрылки, передает сигнал. Так вот, допустим, он просыпается тысячу раз в секунду, и надо так написать, чтобы он успел проанализировать картинку. И в любом случае, при любой картинке, даже там будут тучи, два самолета, десять самолетов, ложные цели, ракета летит в землю, сфотографировала землю, летит на солнце, фотка солнца и самолета. Не важно. В любом случае, то есть, она запускается тысячу раз в секунду, но вот этого времени в виде очень много. Ей нужна, допустим, одна десятитысячная доля секунды. Тогда получится, что да, анализ изображения срабатывает очень часто, но в итоге он занимает только 10% времени. То есть, раз, то есть, тысячу раз в секунду процесс, поток запускается, но ему нужна десятитысячная доля секунды. То есть, из своего окна в тысячную долю секунды он тратит 10%. То есть, даже если у него будет плохо с питанием, очень странная картинка, там, сто пятьсот самолетов, ну, он слегка растянет свое окно. Теперь берется другой поток, который делает что-то другое. Не знаю, слушает сигналы от самолета. Допустим, командир самолета имеет там другую кнопку и может самоуничтожить ракету. Вдруг он случайно поймут в свой самолет. выстрел, оптом, нажал педаль, она взорвалась, допустим. То есть, есть отдельный поток, который служит какую-то антенну. Если приходит сигнал самоуничтожения, ракета самоуничтожается. Вот он тоже, допустим, надо так спроектировать, чтобы он там время-тремень запускался, например. Но в любом случае ему надо было очень много времени. Он может запускаться очень часто, но он может очень мало времени работать. Получается, первый поток работает вот так, второй вот так. Время еще осталось. Даже если какой-то затормозится, времени достаточно. То есть, если они стоят плотно, 100%, то есть, теперь какой-то начнет работать дольше, он всех будет сдвигать во времени. У всех будут задержки. То есть, там чаще всего получаются бочные процессоры и очень простые программы. Зачастую в этих системах даже выбирают не программно решать, а об уничтожении. желательно это делать прямо на уровне микросхем без программы. То есть, антенна, пришел сигнал, его декодировали. Да, это там сигнал с нашего вставленного не с фражеского, подали напряжение, взорвали заряд. Не операционная система, не программирование, ничего нет. То есть, фактически, там спокойно делать аппаратные вещи. И надо сказать, что в Америке намного лучше с процессорами, в СССР было намного хуже. Но в области военной, например, космической, мы шли с Америкой вот так вот. То есть, очень многие задачи они решали программно, мы аппаратно и никто никого не обогнал. То есть, я точно слышал, что у них у какого-то класса ракет система, которая балансирует ракету. Когда ракета поднимается, обычная, самая большая проблема в чем, это здоровенная, тяжелая штука. Снизу шурует огонь, летит она медленно, крылья еще не работает, воздух не обтекает. Если эта штука начинает валиться, у тебя снизу, в самом деле, очень слабый огонек. Ракета приставит и очень медленно разгоняется. Если она начинает валиться, ты вот тут поджигая, уже не можешь выровнять. Слишком маленькая мощность. Она пока не разгонится, крылья личная трава. И поэтому нужно датчики, как кто-то начинает валиться, вот когда она на одну четверть градуса упала, надо немножко огонь тут включить сильнее, ее выровнять. То есть, она очень быстро реагирует на ее падение. Вот американцы в конце уже, перед развалом салка, это решали только программно, а наши как-то аппаратно решили. То есть, в конце концов, эта система каких-то дифференциальных уравнений, их можно решать на грузиках, на веревочках, на резинках, на проводах. И у нас, в этом смысле, оказывается, что мы идем нога в ногу, при том, что даже не решая программно. Java, в общем-то, на ней не пишут системы реального времени. софт realtime-системы на ней пишут. Сейчас, по крайней мере, как минимум, есть несколько докладов, есть даже один русскоязычный доклад, москвичном докладе. Они говорят, что они пишут какую-то там ужасную торговую платформу. человек утверждает, что у них сейчас торговая платформа обрабатывает 10 миллионов сообщений в секунду. На ком-то, видно, чудовищном классе. То есть, они принимают вот такой с плотностью поток заявок и укладываются в какое-то очень маленькое время. То есть, которая, насколько я понимаю, она подключается к нескольким крупнейшим биржам, типа, токийской, нью-йоркской, там, не знаю, какой-нибудь еще, лондонской, собирает весь поток. То есть, все события, происходящие на бирже, все, она собирает, а потом клиент ей платит за то, что ты можешь подсадиться и говорить, я хочу слушать только фармацевтические компании. Те говорят, набери свою нищенскую, 100 тысяч сообщений в секунду. Второй подключается и говорит, хочу слушать только IT. На Lektorium TV точно есть доклад, часа три, человек рассказывает, как они это пишут. И это написано на Java. Ким пришлось выпилить гармич коллектор. Они вообще не кормят. Они пишут не ОПА. Никакого Нью у них нет. У них при старте все выделяется. То есть, если ты не выделяешь по Нью, то гармич коллектору нечего убирать. Дальше задача выделить столько памяти, и так накрутить гармич коллектор, чтобы он не запускался. Твоя программа сразу съела 4 гигабайта, а у тебя всего 8 гигабайт, а гармич коллектор настроен так, что он запускается, если ты съел 6 гигабайт. То есть, фактически, они из Java делают C. Они принудительно вырубают гармич коллектор и начинают все вырубать. Неких объектов, он там, в конце которого скажет, что у них все это, основной тип данных, это массив байтов. Ну как, экономически целесообразно, то есть, компания богатая. Ну, C плохой язык, нет многих проверок. Нет проверки выхода за границей массива. Это известный, кстати, случай, я вчера читал, какой-то товарищ какую-то программу портирует с C++ на Java. Она там очень давно работала, он просто строчкой за строчкой переписал, и в Java начало падать по array out of bound exception. То есть, на самом деле, программа иногда промахивала с нее массива, ну, видно, чуть-чуть. Но на плюсах они все это тестили-тестили, и они этого не ловят. То есть, на самом деле, программа была кривоватая. Ну, да. Зачем? Не знаю. Ну, возможно, потому что на Java можно очень быстро написать классную программу, правильную, архитектурную, все, но слегка тупящую. У тебя уже есть, то есть, у тебя через 6 месяцев уже есть работающий прототип, который все делает по ТЗ. Потом ты пишешь реальный environment, вот как оно в реальности, да, 10 миллионов сообщений, и начинаешь его тюнить. А на C, получается, ты как бы тюнить не можешь, ты все время на самом низком уровне. Ты не имеешь через 6 месяцев прототипа. Ты пишешь, 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 получил готовую программу. Как на ассемблере. На ассемблере нельзя набросать решение. Ну, то есть, возможно, поэтому, не знаю. Ссылки могу кинуть на Лекторию МТВ. Там такой забавный лектор рассказывает. Собственно, ключ в миллион сообщений в секунду. Они говорят, что у них сейчас миллион сообщений в секунду, докладки по старым, это начальник, это была мечта. Теперь у нас 10 миллионов. Так, хорошо, давайте другие методы. То есть, ключ здесь такой. Вы должны проектировать свою систему, никак не рассчитывая на приоритеты. То есть, на вручную выставлять как-то отношения между потоками, чтобы, например, менее важные потоки ожидали более важных. Просто более важные. То есть, надо вручную делать фактически кооперативную многозадачность. Когда работает важный поток, он какой-то булевский флажок держит false. Когда он закончил, он выставляет его в true. Менее важный поток ждет, пока флажок не станет true. В таком случае, у вас, вне зависимости от поведения операционки и самое главное, вне зависимости от нагрузки, система работает гарантированно. То есть, вы знаете, важный работает, неважный не работает. Иначе у вас получается, что, как бы, вот этот график работы системы зависит от количества ядер. Вот, моя система, которую я только что стартовал, у меня 32 потока. Она бы совсем по-другому работала на 32-ядерной системе. Там ядер достаточно. Вообще по-другому. У меня ядер недостаточно, некоторые вообще ноль, они вообще не работали. Я, наверное, не хотел бы, чтобы они не работали. Я бы хотел, чтобы они работали меньше и больше. То есть, вот проблема, надо писать все так, чтобы вручную управлять, кто сейчас работает. А потом, да, можно чуть-чуть дотюнить приоритеты. Приоритеты помогают, ну, если у меня много независимых потоков, мне на все плевать. То есть, яркий пример, я делаю браузер. В браузере есть видеофлеер, который сейчас что-то рендерит. Есть куча анимированных иконок. Я под каждую иконку и под видеоплеер запускаю по потоку, иконкам ставлю низкий приоритет, видео высокий. Я вроде как думаю, что, конечно, видео надо листать в кадры правильно, а если у меня сильно высокое разрешение видео, иконки начнут, перестанут крутиться и черт снимет. Хотя, опять же, вопрос, а если у меня будет 200 анимированных, 200 гипо-анимированных? Как бы такой вопрос. То есть, может оказываться, что 200 анимированных гипо-анимированных вырубят мой видеоплеер. То есть, все равно надо вручную сесть и как-то написать так, чтобы никакое количество анимированных гипо-анимированных, всплывающих подсказок и прочей ерунды, никогда не убивали видеоплеер. Если видеоплеер работает, человек его смотрит. Это явно главное. Хорошо. А можно как-то узнавать количество ядерствований системы? Да, можно. Рунтайм, взгляд. Да. В таком странном месте тут есть, по-моему, где-то есть тут вот овалибый процессор. на 4. Проблема, опять же, в том, что ваш алгоритм... Смотрите, у вас есть ваш алгоритм. У вас есть 3 независимых числа. Это ваш алгоритм. Вы пишите компьютерную игру. Поэтому у вас есть отрисовка экрана, обсчет физики, обсчет искусственного интеллекта и работа с интернетом. У вас 4 активности. Это раз. Второе. У вас есть количество ядер, которое другое. Третье. У вас есть конкретные данные. Если за вами сейчас гонятся тысячу ботов, но вы их не видите, то у вас экран обсчитывать легко, а искусственный интеллект тяжело, потому что там сзади бегают боты, а вам стреляют. Поэтому, когда вы явно получите одно из чисел, на самом деле это вам не сильно поможет. Вы тут не сможете ифами разрулить. То есть у вас получается странная логика. Если ядер столько-то, а ботов столько-то, а алгоритм у меня такой-то, здесь обычно делаю так. Обычно делаю так. Находят разные задачи. Это у меня экран. Это физический движок. Физический движок, когда я лупанул по стене, она разлетается на кирпичи. Кирпичи летят по параболам, вращаются, летит пыль, оседает туман, выстрел брызгала кровь, капли летят, размазываются, отражения все. Физика. Есть искусственный интеллект. Artificial intelligence. Но это, собственно, когда у меня есть бот, он должен обсчитывать ситуацию, он должен смотреть, видит ли он меня, какую часть видит, куда ему стрельнуть, у него есть личное качество, он трусливый, храбрый, глупый, умный. И таких ботов сейчас на экране 200. И есть система работы с сетью. Он должен постоянно сгребать, какие тут кнопки нажал, сколько вернулся, посылать их в интернет, оттуда от других игроков приходит сообщение, что они там нажали, и надо это как-то разбрасывать данные. Чаще всего делают так. В каждой штуке стартует достаточно много потоков. А потом делают так, чтобы вот вручную, вот тут надо рассчитать, чтобы все вот это семейство работало, допустим, 50% времени. Все семейство этих потоков, допустим, 25, все семейство этих, тоже, допустим, 10, и этих, допустим, 15. То есть это получается искусственный балансировщик по каждой активности? Да. Ну то есть вы хотите, чтобы если вам не хватало бочности, то все начинало тупить равномерно. Ну то есть если у вас персонажи начинают тупить, а 25 кадров в секунду, неинтересно. Если у вас там персонажи с аэронной скоростью принимают решение, а у вас кадр идут один в доход, тоже неинтересно. А у нас все начало тормозить. Это первое. Второе. То есть вручную устанавливать цифры, и тут очень важно сделать следующее. В чем проблема игродела в аэроне? Это целая отдельная индустрия. Нужно теперь алгоритмы отрисовки экрана написать так, чтобы мы проверяем, сколько у нас осталось ресурса еще, и мы должны гарантировать, что будет все равно 25 кадров в секунду, но качество картинки упадет. Ну например, текстуры начинают ухудшаться. Допустим, искусственный интеллект. У меня много персонажей, да? Сталинград. Бегут рота немцев. Я сижу с пулеменом, да? И вот они выбегают на экран. Искусственный интеллект считает, что их там 200 человек, и они все меня убедили. И у каждого в голове надо обсчитывать процесс. Это про искусственный интеллект можно сказать так, что если у тебя сильно много ботов, и ты вдруг понимаешь, что тебе нужно 64 ядра, чтобы это все обсчитать. Допустим, ты находишь сходных ботов, и они начинают думать одно и то же, только ты рендомайзеров и слегка разбрасываешь. То есть у тебя много ботов, скорее всего они все как-то кучкой. В реале все в уникальной позиции. Летчик, вертолетчик, пехотинец, полгодолоки, все они пехотинцы. Ты берешь вот этих 16 человек, объединяешь, думаешь за них как один человек, а потом рендомайзером слегка меняешь решение, ну чтобы они все не синхронно поворачивались. С картинкой ты не можешь уронить количество кадров, ты должен, то есть когда ты видишь, что у тебя обсчет кадров идет вот так. То есть каждые 25 секунд должен быть готовый результат. Поэтому вот тут идет обсчет, он готов. Тут идет обсчет, он готов. Идет обсчет, он готов. Если картинка, например, человек сидел в бункере, у него две стены, вдруг он вылазит, видит горизонт, солнце, самолеты, птицы, море, брызг. у него вот это окно начинает закрываться. На обсчет каждого кадра нужно больше. В этот момент нужно повесить обратную связь, отрицательную, которая видит, что если окно закрывается, то есть эта штука растет, она значит ронять качество, значит, качество мира, чтобы это окно, допустим, всегда было, всего говоря, 50%, допустим, оно было половину от этого. Ну это, они были одинаковые. Раз, раз, но обычно в играх это видно, как стена такая приближается, серая. Вернение вот там на горизонте ничего не видно. У объектов детализация падает таких, хоп-хоп, они все угловатые становятся. Небо брызгнет, все убирают такой все сеточкой. То есть вот у них огромные проблемы с этим. Ну в смысле, они уже как бы не столько программируют на джаве, на C++, на C, сколько они разрабатывают специфичные алгоритмы. Ну а в конце начинается черная магия, конечно. Из цифр у меня, не личный мой, а знакомый моего знакомого уехал в Америку. Он в какой-то очень крутой конторе, пишет игровой движок. Типа там Unreal или квак, я не знаю, что сейчас актуально. Вот у него вроде зарплата 300 тысяч долларов в год. Человек просто пишет игровой движок. Я с ним лично не знаком, я знаю, что он классный C++ программист, но его платят не за знание C++, за то, что он тут писал движки, там писал движки, тут у него движки, все лучше, 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 лучше. Хорошо. Что такое демон? Поток демон. Вот я делаю новый поток. дай ему new там, не знаю, runNable, и тут я в бесконечном simple пишу systemal printable on the lock. и вывел прощавайте. вообще говоря, из метода main уже вышел, но программа не завершила свою работу. Ну, я явно выполнил последнюю строчку метода main. Ситуация изменится. Давайте я перед выходом делаю сразу слив хотя бы чуть-чуть. ситуация в следующем. jvm завершает свою работу не тогда, когда закончится метод main. Это неправильно. Правильно? jvm завершает свою работу. Когда завершили свою работу, все потоки не демоны. Main это поток не демонов. Новый поток, который стартовал, тоже не демон. поэтому когда завершился main, jvm смотрит, main уже закончился. Но есть другой поток, который не демоны, который работает. То есть как бы он теперь, то есть надо было, был main, потом нас двое, main нет, теперь он как бы, вот он держит jvm на плаву. Если бы я сделал его демонов, да, многие вещи, многие сеттеры потока можно и приоритет, и демоничность можно устанавливать только до старта. То есть ты сеттеры восстанавливаешь, потом машешь старт. В javadokie если ты сделал старт, а потом делаешь сеттеры, то он может никак не отреагировать. Если я делаю его демоном, система зашает работу. Вот что он успел написать, то есть я сделал buy, давайте я успел, создал поток, выставил демон true, стартовал его, он еще не успел начать писать hello, как я говорю buy, оно пишет buy, то есть это jvm начинает чесаться, он успевает вот тут несколько раз написать hello и программа завершается. Да, вывод недетерминированный, то есть теперь hello меньше. Buy первый, но просто получается, то есть потому что он демон. Как только заканчивается main, jvm фиксирует окончание потока main, пересчитывает потоки, находят только один, он демон, зачем жертвует? Он заканчивается в произвольном месте. То есть ему никак не объясняют, как у него выглядит конец. Он не может конец отловить. Просто его инструкции перестали выполняться. Он идет по строчкам, хоп, он перестан выполняться. То есть если он оперировать какими-то данными, вы видите, да, на деле? Да. Для чего нужны потоки демоны и не демоны? То есть потоки демоны нужны, когда я стартовал какой-то поток, и я не хочу вручную, я не хочу вообще даже знать о его существовании, помнить и останавливать его. Яркий пример, если у меня здесь анимированная иконка, например. Допустим, я когда открываю страницу, допустим, стартую GVM, обнаруживаю какие-то анимированные объекты, я под них стартую потоки, они демоны. У меня есть один поток и демон, который создал все это. Когда я хочу закончить, я поток создавший все убиваю, я передаю флажок true, он ловит, останавливается, и взять GVM вместе со всеми демонами, которые вращали иконками, демон типичный, который ходит на сервер раз в час проверять, если апдейтен. Если он будет не демоном, то я не смогу это все само не закроется, пока я вручную этот поток не прибью. Мне нужно строить целую логику. Я в специальное место напишу тебе true, а ты не забывай это место проверять, и когда я напишу true, ты закончил. А поток может быть глупым, но проследующий он час спит, просыпается, ходит на сервер, час спит, просыпается, ходит на сервер. Если я ему напишу он нажал thread slip 1 миллион на тысячу секунд, он спит 20 минут. Мне придется на его как-то так, чтобы он секунду спал, просыпался, читал флажок, опять ложился спать. Мне проще сделать демоном, тогда его игнорируют. Когда какой-то главный поток завершился, его выбрасывают. Не демоны означает, что они удерживают систему в жизни. Хорошо. А существует метод, который покажет, сколько поток проработал? Реального времени нет. Средствами Java такого сделать нельзя. Еще что у вас есть? Есть метод YELT. Есть ли какой-то поток? Я сейчас не буду переделывать. Если вызываешь вот этот метод, то это такой, то есть если я вызываю YELT, он статический, то есть я фактически вызываю его у себя. не не какого-то потока, для себя прошу, пожалуйста, для меня делать. Это означает следующее, это огрызок кооперативной многозадачности. Это сообщение шедлера операционки, что можешь прекратить мое выполнение. но если строят слип, это означает не выполняй меня пока не пройдет тайм-аут, то это означает, что я просто прекращаю свой один тик. Представьте, что у меня одноядерная система и два потока, которые в бесконечном цикле каждый работает. В таком случае, как скорее всего работает операционка? Есть аппаратный таймер. Он допустим тысячу раз в секунду тикает. Он тикнул, операционка проснулась. С ядра упирает поток, кладет второй, ложится спать. Он работает. Через одну тысячу долю секунды операционку дернули, она проснулась, выгрузила, положила второй, ляла спать. И два потока работают 50% времени каждый. Или по-другому каждый работает по одной миллисекунде. Если какой-то поток вызовет ел, то значит он свой огрызок времени он говорит все мне хватит. Тебе выделили. Шедлер операционки тебе выделил допустим одну тысячу долю секунды. Ты не знаешь сколько. Если ты вызываешь ел, значит твой кусочек времени прекратился. Яркий пример поток, который обсчитывает экран. Он разбудился, он обсчитал весь экран, ему нечего делать. Тут на самом деле это такая же штука приоритет. Негарантированная, но в последний момент может себе немножко помочь. Если вы у вас есть два потока, они работают. И окажется, что вот этот чтобы работал чуть-чуть меньше. Вы у него есть центральный цикл, на каждом цикле вызываете ел. Он сам себя выбивает из ядра.